Друзья, всем привет! Это очередной выпуск проекта Сиджу Пиджу, третья его часть. Сегодня хочу поговорить с вами о занимательной арифметике. Сегодняшняя тема пойдет про людей, которые считают, что пить чай дорого. Людей, которые еще не пьют чай и собираются его пить, либо пробовали несколько раз что-то купить. И глядя на цены, сколько стоит стандартный 350 граммовый блин чая, у них вот такие вот глаза, они думают, блин, это конечно прикольно чай попивать, но не по бюджету. И тут появилось желание провести такой небольшой анализ людей, которые приходят в чай, на что они тратят свои деньги, на какие нужды и что можно сделать, чтобы пить классный чай, короче. Сейчас буду говорить про кофе. Сам я пил кофе достаточно долгий период. Если вы пили или пьете кофе, вы сами понимаете, как это происходит. Кофе – это такой напиток на ходу, его хочется выпить и там, и там, и вот тут еще немножечко. Куда-то приехали, вышли из поезда, идем на работу, куда-то, блин, движемся, либо дома проснулись, мы все время вливаем в себя кофе. Помимо того, что мы его пьем дома, мы его пьем все время где-то на улице, в каких-то кафе, с кем-то встретиться, посидеть, выпил кофе, куда-то идешь, выпил кофе и так далее. И если так вот прикинуть, сколько денег в день мы тратим на кофе, я делал небольшие расчеты, вообще очень-очень средние. И по моим таким вот подсчетам гривен 150 как минимум на кофе в день в среднем человек тратит, который пьет кофе. Потому что стаканчик на ходу 20-30 гривен стоит, да, чашечка кофе в каком-то заведении стоит уже дороже. Минимум 3-4 раза мы этот кофе в день употребляем. Вот вам получается цена 100, 150, 200. Ну, давайте сделаем хрен с ним 150 гривен в сутки. А таких суток в месяц у нас, ну, пусть будет, да, там 30, ну, 31, иногда бывает 28, ну, 30. Вот, 4,5 тысячи гривен мы просто отдаем на кофе, который мы пьем на встрече или по пути. Помимо этого, мы покупаем кофе, чтобы у нас был дома какой-то, возможно, мы его там варим или еще что-то. Это еще какой-то расход. И очень часто те, кто пьют кофе, курят сигареты. Вот, я не знал, сколько стоит сигареты. Сейчас загуглил, опять же, все курят сигареты разные. Ну, давайте возьмем в среднем там 50 гривен пачка. Я так понимаю, что это даже дешево. Вот, среднесуточный курец выкуривает эту пачку в день. То есть, вот к нашим 150 мы можем накинуть еще полтинничек. Вот там 200 гривен, 6 тысяч гривен в месяц. Сколько стоит, блин, чая? Блин, чая, я бы так сказал, неплохого достаточно чая. То есть, ну, если вы зайдете там в интернет, погуглите, сколько стоит стандартный блин там пуэра, да, вы можете даже найти цену там 600 гривен за блин. Я бы не сказал, что это будет какой-то супер топ там чай, как про него пишут. Но, опять же, даже за 600 гривен за блин вы можете найти, ну, чай, который вы можете пить каждый день, вот, вместо вашего кофе, да. И этого блина, ну, в среднем, вот, мне хватает большого блина на две недели. Но это только если я буду только его пить и больше ничего. Чай за день я выпиваю, ну, два-три раза. Если ко мне приходят какие-то гости, то, соответственно, больше. Вот. Вот две недели на блин, который стоит 600 гривен. Давайте мы не будем брать 600 гривен, мы будем брать чаи, например, с которыми работаю я. Минимальная цена за блин 1000 гривен. Максимальная цена за блин в моих чаях там 2 с копейками. Вот. Средняя цена за блин где-то 1200. Ну, в основном она колеблется. 1200 гривен. Вот 1200 гривен нам надо на две недели. Соответственно, на месяц нам надо сколько? Там 2400. Пусть там 2,5. Это мы можем взять уже два блина разных. Вот. А как известно, хочется пить чай разный, всякий интересный. И, соответственно, мы можем взять еще третий блин, да. И у нас будет 3600. Ну, в среднем, да. 3600, 3700. То есть до 4000. То есть мы еще не покрыли бюджет кофе на улице. Но, в отличие от кофе на улице, это кофе на улице, который... Ну, так себе кофе, если мы, ну, уж будем честны, да. Это не какой-то суперский кофе. Это кофе, который делает дядя, который даже маску не надевает и там, может быть, плюет в эти стаканчики, пока вас нет. Вот. А тут вы сами делаете себе чай из классного сырья. То есть вот за 1200 мы уже имеем на руках классный чай. Классное сырье. Офигенный, который мы можем, блин, пить и понимать, что ни хрена себе какой он вкусный. Вот. И тут вот как раз можно уже задать себе вопрос. Дорого ли пить чай и большая ли цена за блин, большой блин, 1200-полторы тысячи гривен. Прикиньте, за бюджет, если я сейчас курил и пил кофе на углу, да, это, блин, 6000 гривен, вот, в месяц я выкидываю, непонятно на что. На 6000 гривен в месяц можно, блин, купить четыре охеренных блина чая. Или нет, можно купить три охеренных блина чая и один еще очень даже нормальный чайничек. За полторушечку вообще. И можно этим чаем упиться и друзей угостить, и быть радостным, счастливым. И не надо бегать к каким-то там сраным палаткам, покупать какие-то сраные стаканчики. Короче, ребят, чай пить недорого. Просто надо посмотреть над это под правильным углом. Всем чай, не буду больше отвлекать вас. Это был Любомир Борода и мой проект Сиджи Пиджи. До новых встреч, жду ваших комментариев. Обнял!